Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по индексу потребительских цен, то есть инфляции Канады. 12.30 по GMT, ждем этот релиз. И под конец торговой сессии еще отчет от Американского института нефти по запасам в 20.30. Можно сказать, что сегодня нас ожидает относительно спокойная торговая сессия и день, но уже с завтрашнего дня скучать нам не придется, потому что с завтрашнего дня мы начинаем окунаться именно в специфику заседаний ключевых мировых центральных банков, в серьезные макроэкономические отчеты, которые точно станут причиной усиления трендовой динамики по практически всем финансовым активам. Поэтому заранее еще раз подсвечиваю, что в текущих условиях ни в коем случае нельзя потерять бдительность, нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов и соблюдать принципы риска менеджмента. Ну, надеюсь, вы это прекрасно знаете и без меня. Давайте начнем с рынка нефти. 95 долларов за баррель текущей котировки. Поздравляю с еще одной достигнутой целью. Нефть безоткатна, очень стремительно растет. Бренд, WTI, схожая динамика. И снова делаю акцент на то, что в текущих условиях легко может произойти коррекционный откат. Но особо на него акцент не нужно будет делать, потому что я думаю, что он будет связан исключительно с техническими факторами и желанием трейдеров зафиксировать тот профит, который уже достигнут. Но в конечном счете фундаментальный фон потом сделает свое дело и отправит снова котировки к новым локальным и многомесячным максимумам. Цель 95 достигнута. Нужно смотреть дальше. Соответственно, следующий ориентир это уже психологическая планка. 100 долларов за баррель. Я, признаться, не думаю, что мы так быстро сможем заговорить о возможности тестирования данного уровня. Но текущие условия, видимо, прямо идеальны для того ралли, которое уже состоялось. Спрос на золото титанический. Это и инвестиционный спрос на производные финансовые активы, спрос на физическое топливо. Мы это прекрасно понимаем. Видим на основании гэпа между спросом и предложением о том, что дефицит постепенно накапливается. Какие-то сценарии, что этот дефицит может значительно превысить те цифры, которые нами обсуждались ранее, то есть в 3 миллиона баррелей в сутки. И в текущих условиях я допускаю, что действительно через какой-то период времени мы с вами будем вынуждены констатировать, что мы имеем дело с новым витком, новой волной и агрессивными покупками нефтянки, которые уже станут трендовой динамикой и могут отправить бренд гораздо выше 100 долларов за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии накануне на пресс-конференции сделал акцент на то, что те решения, которые сейчас принимаются странами ОПЕК, они носят исключительно благородные цели, хотя что он еще мог сказать, не может же он признать, что страны ОПЕК исходят из простого стремления максимизировать прибыль. Но в частности министр энергетики Саудовской Аравии сделал акцент на то, что очень многое тщательно анализируется сейчас условия в Китае и аналитики ОПЕК не видят в достаточных основаниях для дальнейшего роста китайской экономики. Поэтому прекрасно понимают, что спрос на нефть в Китае будет снижаться и ОПЕК вынужден в связи с этим оставаться гибким, проактивным. То есть если спрос просядет, значит заранее нужно снижать предложения. Я думаю, что Саудовская Аравия, конечно же, лукавит. Мы знаем истинные мотивы, цели. И честно говоря, эти мотивы сейчас, может быть, и не так важны. Самое главное, что страны ОПЕК делают то, что создают условия для роста нефтянки, и мы на этом зарабатываем. В связи с ростом котировок нефти хочу также обратить ваше внимание на пару доллар-канадец. Текущие котировки 1.3476. Ранее мы также достигли цели краткосрочной на отметке 1.35, но снижение активно продолжается. И много раз уже видели, что динамика канадского доллара не очень сильно связана с динамикой американского конкурента. То есть канадский доллар сейчас больше старается дисконтировать позитивных моментов для себя в виде роста котировок нефти. Даже, собственно, несколько дней назад, когда все-таки были основания для такого более активного роста американского доллара, мы видели то, что канадский конкурент сопротивлялся. Текущие котировки тоже указывают на то, что потенциал для снижения пары и соответственно укрепления канадского доллара сохраняется. Я продолжаю делать акцент на то, что поддержку канадцу будут оказывать цены на углеводороды. И еще, друзья, мы ждем сегодня отчет по инфляции в Канаде. Согласно прогнозам, основной индекс потребительских цен может показать стремительную восходящую динамику с 3,3% до 3,8% в годовом выражении. Базовая инфляция тоже может вырасти. Если растет базовая инфляция вкупе с основным индексом потребительских цен, значит растут основания для повышения процентной ставки. И это тоже будет позитивный фактор для канадского доллара. Предлагаю по паре доллар-канадец в качестве следующего целевого ориентира поставить отметку 1,34. Евро против доллара 1,0681. Ситуация особо не изменилась. Буквально консолидация в пределах 20-40 пунктов европейской валюты. Нужны дополнительные триггеры. То, что ЕЦБ повысил процентную ставку в евро, как мы помним, совершенно не помогло, потому что в этом увидели больше рисков и негативных моментов для экономики. То, что при ставке в 4,25 все было плохо, сейчас станет еще нахуже. И действительно все больше сигналов от ЕЦБ, что теперь выжидательная позиция будет надолго сохранена регулятором, что лишит вообще европейскую валюту каких-либо оснований для роста. Как и ранее, короткие позиции в приоритете. Индекс доллара 1,1481 уже пришли к выводу, что какие-либо фундаментальные факторы на американскую валюту особо сейчас не влияют. Индекс доллара растет при любом новостном фоне. Ну, разве что периодически вмешиваются технические факторы, которые, например, под закрытой неделю провоцируют какой-то коррекционный откат. Это, кстати, произошло и в конце прошлой недели. Сегодня с азиатской сессии мы видим то, что индекс доллара снова выкупают. Я думаю, что каких-либо препятствий для дальнейшего роста не будет до заседания американского регулятора, итоги которого будут подведены завтра поздним вечером. Их, конечно же, обсудим. Ну, а пока закрепление выше 105 пунктов – это как бы основной сценарий. Золото 1932 доллара за тройскую унсу. Рост продолжается. Цель 1950 – это ближайший целевой ориентир. Сантимент, друзья, стал еще более выраженным. 81% трейдеров сейчас в продажах. Соответственно, прямо подавляющее меньшинство в покупках. И чем больше будет период времени, в котором меньшинство будет находиться в покупках, тем дольше у нас будет возможность наблюдать за развитием и обычай динамики. Также золоту накануне помогло снижение доходности американских трежери с десятилеток до 4,31%. Между трежери с их доходностью и золотом действует обратная корреляция, когда снижается доходность облигаций, золото растет и, соответственно, наоборот. Сейчас идеальные условия для того, чтобы золото отыгрывало то, что рынок ему задолжал. И 1950 долларов за тройскую унцию, на мой взгляд, это даже не предельный уровень, которого этот актив может достичь в самое ближайшее время. Доллар иена 147,75. Ждем заседания Банка Японии. До этих пор нет причин сомневаться в том, что американская валюта будет чувствовать себя бодрее. Потому что, ну как ни крути, в сентябре ставку не повысит ФРС. Но точно начнутся снова спекуляции на тему того, что в ноябре ее могут поднять на 25 базисных опунтов. Как мы убеждались в этом не раз в последние недели. А вот Банк Японии по-прежнему склонен проводить мягкую экономическую политику. Новые сигналы о каких-то изменениях могут прийти на рынок, но только на пресс-конференции, которая состоится в пятницу. До этих пор есть очень хорошие шансы, что пара доберется до отметки 148,50-149. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!